присаживайтесь добрый день присаживайтесь гражданские журналисты вам уже наверно рассказали рассказали что мы делаем зачем мы делаем и зачем в том числе и за этим поговорить с нами интересует ваша история чтобы как сюда зашли и почему и какие выводы может сделали не сделали из того что произошло надо ли сюда форму вас такая необычная это маскалат посылкой дома передавали мои посылки заказывали потому что тяжело сигаретами было в общем гуманитарку не привозили и вам передали туда где вы находились да да машина прямым рейсом камаз ехал счастье мажора николай валерьевич мажора николай валерьевич училиза мажора дата рождения 16 5 96 вы даете добровольное согласие на записи этого интервью на его публикацию да подожди 1016 5 98 96 96 город поти грузия поти должность название должность сержант заместитель командира взвода звонить домой будет до позвоню говорится в номер как оцениваете общее отношение к вам вашего командования ну как бы так сказать все равно им на нас по сути все равно вы считаете что у вас обманули или внешне а в чем обман заключался нам сказали вы съездите на месяц на учения в карачаево черкесию станица тельничукская да вот мы приехали пожили в палатках в электронный тир нас водили один раз ну просто мы лежали изображали как будто мы стреляем якобы тренировка вот все это говорила говорилось говорилось для того что это якобы будете на блокпостах стоять на границе почему он электронный называют так настоящими как это возле не просто был автомат с пустым рожком просто мы лежали и все типа того да а дальше там есть какая-то мы же просто отлегли чисто имитация имитация да потом за вторая армия мира внедряет инновационные подходы потом загрузили у нас на данный тот момент тогда еще и патронов не было нам их не дали может вроде как на учениях были еще вот потом погрузили в эшелон и учения тоже тут у нас не было и разговор вообще был такой что сначала в крымске мы становимся будем что-то охранять мы постояли в крымске потом заехали в крым мы джанкой и стояли мы думаешь там останемся местные симки купили волна вот и ночью мы тронулись и в 4 утра мы уже были 30 километров за границей у нас потом забрали на камазах и обратно увезли на границу на следующий день мы заехали уже на территорию вот вы катались туда-сюда вы даже вы даже не просто но вы знали изначально куда вы едете нет нам говорили да сначала что на границе я понял сначала карачаево-черкесия а потом вы заехали на территорию украины что вы увидели ничего мы заехали железная дорога и деревня увидели какие-то нацистов какие-то издевательства над мирными жителями такого не вам же рассказывали что-то накачивали какой-то подобной информации так вы увидели какие-то подтверждения нет ни одного никого не видел то есть среди мирных жителей вам никто не жаловался на то что их притесняют за что-то или не кто-то вас как освободителей от чего-либо воспринимали да просто обычно относились к вам мирные жители к вооруженным людям всегда будут относиться как правило относятся нейтрально просто потому что это вооруженные люди то есть но как бы большего я ничего не слышал мы общались только что пришли поменяли что-то ушли не понял просто если бы вы явно бы кого-то от чего-то освобождали то вас благодарили бы наверное не ну само собой ну то есть если сейчас мы заберем назад херсон люди будут нас благодарить за это потому что вернулись домой потому что им не очень нравится когда у них поглушили все средства связи поглушили все каналы выгнали уралы в центр города и поставили там и скобееву показывают на больших экранах тут реально делают так кто не согласен того заводят но за угол и расстреливают или бьют или кидают в подвал там разные применяются способы вот если мы сейчас вернем херсон то нас будут воспринимать как освободителей а вот ну я не думаю что вас или или может кто-то вас воспринимал как освободить да нет вот я к чему веду вы приехали увидели уже это все потом вы ехали обратно правильно да да ну и казалось бы что вам бы уже сказать своему командованию что я обратно туда не поеду потому что смысла в этом нет вообще принцип какой был мы за ночевали нас подняли утром темно еще было нас построили сказали то что все вот пришел приказ боевой грузимся едем в херсонскую область вопрос был отказаться говорили то что сдаете оружие пишем дезертирством и все выезжайте в тюрьму были ребята которые подходили вы не думаешь дезертирство это вообще-то подходит под статью когда идет война но я я слышал на насчет этого вы войну не объявили но в итоге никто не в итоге все и поехали вообще как сказали то что будем в глубоком тылу охранять что-то разговора что мы будем на самой первой линии не было понятно да я вы бы поехали еще раз если бы знали наперед нет а чтобы вы сделали уволился бы с армии и не боялись бы статьи с дезертирством ну просто никого же не сажают реально ну боятся они сажать потому что они же понимают что если они в таком количестве отказников начнут сажать то как бы станет слишком очевидно что россияне не очень хотят воевать то есть бегать с плакатами там за деньги выходить на митинге и кричать россия россия это не могут конечно вот когда касается вопроса поехать повоевать тут уже извините да и вам бы ничего не было и другим ничего не будет которые вот нас смотрят и им там рассказывать всякие басни посадят накажут никого не сажают и не наказывают это им невыгодно а вы грузин вообще русский у вас родственники и родственников не ну живут на тоже узкие то есть вот именно коренные грузинов нет у меня родственников нет вы откуда я что-то начал что-то из грузии спать а вы из грузии и спать и поэтому я подумал что вы грузинского происхождения я понял а так у вас все русские мама папа да понял все теперь понял да не хотел спросить у нас такие ребята грузины здесь хорошие сейчас воюют за украину может знаете их не знаете может слышали они что-то не наслышал только за грузинский легион ну грузинский легион да вот я вот их хорошо знаю так что прямо сильно хорошо нормально знаю всех их многих из них командира и замкомандира мамукова молошвили ливан фифия хорошие ребята они сражаются изначально ну то есть они считают что и грузия подверглась российской агрессии и правительство которое сейчас у грузии они также пророссийские и они как бы сражаются с российской агрессии здесь уже восемь лет находясь в украине никто этого не скрывает они официально находятся в вооруженных силах украин то есть не никакие на не наемники как они там рассказывают вот ну ладно раз вы не грузин то это так к слову пришлось расскажите тогда вот вы второй раз вы заезжаете да что происходит мы дней десять ехали то есть в камазах мы едем в ночь стоим спим вот подъехали мы к николаеву поставили там три дня нас обстреляли мы отъехали назад а вас сколько было сколько техники какая техника какие сколько живой силы мы на камазах ехали ну я помню сколько камазов например камазов 6 наверное а сколько человек каждому кому-то по-разному я ехал пример было человек 18 других там почти по 40 было то есть друг на друге ехали 6 камазов в среднем человек по 30 до наверно в каждом грубо говоря да так ну кроме камазов была техника какая-то еще ну была она она не наша и меня интересует вот колонна ваша какая была же весь мир ну конечно грузовые танки были танки были рсзо были рсзо не видел моталыги были моталыги что делают они стреляют стреляют как бмп как бмп ну моталыги и танки эти же они они наверно стреляли тоже там или они просто ездили туда ну отъезжали куда-то то есть они мы не с ними были то есть вот сводный батальон отдельно вообще как вы себе объясняли на то время цель происходящего на самом деле это вот такое да вот это ну да 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 это она по аббревиатуре как мтл мтл г мтл г это пехотная тема я сказал танк а там внутри может десант сидит я не знаю это же пехотная тема я с авиационной части у нас нет таких систем на таких машин вы какого звания должность сержант заместитель командира взвода а при чем здесь льется авиация ну я в авиационном полку все кто с водные батальоны большинство были все с авиационных частей все инженера инженера воды инженер нет я был инженером просто не давайте до войны вы были кем числились у себя в части замком взвода был сюда попал уже я стрелок вас понизили получается но это получается как ну наверно не штатная должность была потому что зарплату я получал по своей должности которые у меня в своей части замком взвода чего рота охраны понятно так ну мы остановились на том что въехали сколько раз вы стреляли вообще за все время с автомата с чего угодно один раз мы стреляли по беспилотнику сбили как оказалось это свой был человек человек 500 на стреляли как это ну крикнули воздух все вышли начали стрелять по все разрядились ну то есть грубо говоря попали по быка до парламенту нет не орлан он больше был и два раза так стрелял просто проверял но клинит автомат или нет масла не было чистить нет нечем ну то есть зарядил воздух стрельнул все работает работает у вас даже не было средств для очистки оружия нет мне дали с собой сюда два рожка и автомат а вот дмитрий кстати рассказывал что он умышленно запустил по моему свой автомат потому что не собирался вообще у него ржавый он был он вам рассказывал это другой дмитрий мы с ним вместе были блин даже проверяли автоматы что ну а вот вы между собой о чем вообще разговаривали ну мне интересно вот именно как ведется этот разговор мы хотели давно уже написать рапорта вот как-то они решались может потому что нас еще мало было не знаю может дима говорил нет но когда в блиндаже сидели когда был арт-обстрел мы хотели прийти вечер на порта написать и уехать чуть-чуть не успели вы из города одного с ним нет нет я с краснодарского края с кореновска как у вас там вообще в краснодарском крае вот в этом кореновском калиновская да газ у всех есть конечно у всех подведен такого нет да чтобы да все с газом средняя зарплата 30 35 тысяч а в армии ну 28 30 вот первоначально минимал я что-то теряю теряю смысл в чем же тогда смысл идти в армию на зарплату которая по сути не превышает любую гражданскую квартира в перспективе да вы выдать должны до квартиру военному выдаю до борщины квартира я так понимаю социальный пакет пенсия конечно вот это вот именно привлекает да а равных работ на гражданке наверное тяжело найти или надо просто образование иметь хорошие штаны вы имеете то что пути с армии нет нет я имею я был пытаюсь понять что так привлекает россиян в армию но если у вас не вера на гражданке тяжелее заработать на квартиру это вот гражданская профессия у кого меня нет военные у вас нет вообще а вы имеете образование я по образованию автомеханик автомеханики вообще должны зарабатывать хорошо не ну смотря какой автомеханики где он работает понятное дело что у нас автомеханики и зарабатывать пересчет на их деньги но наверно тысяч 80 так по среднему а 80 тысяч это большая зарплата была очень внушительная зарабатывают автомеханики такие вряд ли а на частных сервисах но я знаю от автомехаников которые 50 тысяч зарабатывают 50 ну может я где-то ошибся хорошо и вы говорите о том что один раз разрядили проверить да работаем несколько раз рабочий ли у вас автомат и что как протекала ваша жизнь там что вы делали вообще чем занимается никак сидели на позициях да и в принципе все никуда не ездили выкопали блин даже себе шифер привезли сделали крыши от дождя и все время как нам сказали охраняем самих себя я понял все это надо запомнить просто в красноярском крае вы красноярский краснодарский краснодарский край там там все чудово с газом именно вот в этом то есть а вот в красноярском крае не везде потому что это ж курортный краснодарский край сочи и вот эта вся история там много отелей бизнес денег крутится а красноярский край это ближе к чему получается но это по-моему к северу ближе ближе к северу да ну наверное я ж вижу для меня разницы особо это и не было почва красноярский краснодарский вот это да красноярск а вот тут вот краснодарск о краснодарский это тот который ближе к европе скажем тогда красный красноярске это в самом верху географии получается у нас оттуда были у нас за 7000 километров ездили буденовск это там у вас это ставру буденовск ставропольске это краснодарский уже считается это не краснодарский но этот отдельный города так точно выбираем географию россии ты имеешь ввиду подробную относительно да ну и вот сидели защищали сами себя да все все больше не ничего интересного не можете рассказать от обстрелов прятались просто задача для военных прийти в чужую страну сесть и охранять себя от позиции держали да вроде того а чем вы должны отстреливать на автоматами просто вот мне интересно было почему мы большинство там инженеров до авиационных водители даже там пожарники были сидим на первой линии элитные подразделения спецназа и пехоты в двадцати в тридцати километрах за нами вы не знаете ответ на этот вопрос не ну принципе знаю конечно чтоб прикрывались и нами как вас используют плане чего вот как как называется то что у вас используешь по-другому как-то так об этом хочется спросить нахождение необученных не обстрелянных неподготовленных солдат на первой линии как это называется кидалово это понятно это сто процентов кидалово конечно и кидалово ну да тоже да есть ну вроде того а элитные подразделения они должны были после того как вас покрошат уже вступить в бой понимая что как где у них же там и бесплодники наверное летали они бы все видели бы ну короче их берегут вас нет ну да вас наоборот вот как-то повезло вам что выжили это сколько вас было человек все на позиции ну вот там вот вокруг вас вот парней сколько было 20 на нашей позиции человек 15 на другой позиции человек 20 на другой ну грубо говоря человек 100 просто раскиданы по одной линии понял выжило сколько все выжили все выжили несколько было у нас трехсотых еще возле николаева путаю историю все выжили и что все в плен попали что-то получится нет почему я дима и владимир он там он придет еще с вами пообщаться он у вас не был мы втроем остались и получается были в как раз в том секторе куда уже пушка была пристрелена и то есть они постоянно ложили-ложили то есть как бы выйти мы не могли а командир был получается проверь вот и не знаю может он звал нас но сомневаюсь там просто он ушел они все ушли и когда обстрел закончился когда вылез уже стояли белорусы дима нам рассказывал историю вашего попадания в плен если я ничего не путаю произошло это следующим образом начался обстрел забежал командир забрал рацию сказал крикнул работаем братья и ушел но сместился другой доме в блиндаже даже забежал командир сказал работаем братья забрал рацию да и ушел и убежал зачем он рацию особо вот это не знаю братьям удобнее работать без рации у нас Просто на всю позицию была одна рация, а вторую рацию он уже свою привез. Так, ну, так вы же работаете, братья, и вы, получается, непосредственно под обстрелом, вам что, рация не нужна? Ну, видимо, посчитал, что не нужна. Гертвым братьям рация не нужна. Нет, мы искренне пытаемся разобраться в терминологии российской армии, потому что вот этот слоган «работайте, братья», он у нас вызывает очень много вопросов. Что это значит? Ну, наверное, делайте свою работу там, не знаю, обороняйтесь до победного, что-то, наверное, в этом роде. Ну, я так думаю. Ну, просто исходя из услышанного нами, это означает прямо следующее. Либо умрите, либо попадете в плен. Ну, и у вас ровно так же получилось, получается. Работаете, братья, вы попадаете в плен. Ну, да, вот он убежал, я уже когда вылез, я вылазил с окопа, уже белорусы стояли, там был мужик один, Брест, у него позывной. Да, да. Но он говорит, вылазь с окопа, я забежал обратно, пацаны говорят, что там? Я говорю, враг подошел, что будем делать? Ну, что, пойдем сдаваться. Как бы пожить-то еще охота. Там уже шли, уже думали, ну, там уже будь, что будет. Ну, да. Настоящие дети белорусского народа? Настоящие сыны? Или нет? Ну, да. Как думаете, почему они воюют сейчас, вот, белорусы, вот эти вот, бросили свою жизнь в Беларуси и воюют сейчас, в том числе тоже против российской агрессии, так же, как те грузины, о которых я вам... Ну, как они сказали, мы воюем за правду, за освобождение страны, за освобождение Украины. А в чем вы думаете их правду? Ну, и зачем белорусам вдруг воевать за освобождение Украины? В чем эта правда заключается? Ну, братские народы. А вы не думаете, что они и Беларусь хотели бы освободить? Именно, ну, и это и есть их, как бы, самая главная мечта, наверное? Брест говорил тоже, да, значит, это было. Ну, как вы думаете, Беларусь заслуживает, имеет право жить независимым государством? Ну, да. А как вы думаете, Беларусь является независимым государством? Как вы думаете, белорусы, которые отстаивают и хотят отстоять свое право жить независимым государством, а не быть рабами и жаполизами России, это... Они правильно делают? Конечно. А как вы думаете, Лукашенко, он кто? Ну, наверное, какой-то близкий нашего президента. Близкий друг? Ну, да. То есть вы думаете, Лукашенко, он как друг Путина, хотел, чтобы с территории Беларуси стреляли по Украине? Ну, а почему нет? Я просто предполагаю, что его вынудили, его поставили в такие условия. Не, ну, может, я просто сказал, как бы, то, что думал. Я просто видел, что Лукашенко немножко обрыкался еще несколько лет назад. Но потом, видимо, ему сделали ряд предложений, от которых он не мог отказаться. Ну, тоже как вариант. И, соответственно, поэтому я думаю, что Лукашенко обыкновенный раб, лицемер и пособник убийцы Путина. Или Путин не убийца? Ну, если так считать, то убийца. Не, как считать? Ну, как, как считать? Как тут можно считать? Вы видели артиллерию и там снаряды, летящие в сторону Украины? Со стороны России или Беларуси? Видел. Зачем они летели? С какой целью? Или как вы себе объясняете эту цель? Ну, до того, как в плен попасть, я вообще думал по-другому вообще об Украине. Скажите. Ну, нам всегда говорили то, что вот через реку на другой стороне националисты гонят молодых ребят тоже, ну, воевать, которые не хотят. И они их расстреливают, у них варианта нету. И вот они в любом случае пойдут на вас. То есть вот постоянно говорили, что очень много националистов в Украине. И типа вот мы пришли освобождать мирное население. Это вы раньше так думали. А вы знаете, что ровно то же самое сейчас делают ваши ЧВКшники? Ну, сейчас воевать некому в России. В России сейчас вербуют куда угодно. Через частные компании людей, под любым соусом, под предлогом того, что ты едешь там что-то охранять. Так же, как вам говорили, будешь где-то там на блокпостах на каких-то стоять, гуманитарку возить. И всех их привозят к ЧВКшникам. К ЧВКшникам им говорят, друг любезный. Либо ты сейчас берешь оружие и идешь, выполняешь приказ. Либо ты можешь, конечно, взять и развернуться, уйти в сторону России. Только мы тебя пристрелим. Только это не басни Крылова. А это реальные истории. Там тоже говорили наши командиры, бросайте автоматы, он через поля, идете в сторону России. Но вас стрелять не должны были. По идее, нет. Но посадить за дезертирство. Это да, это говорили, что посадят. Ну, так вы это видели собственными глазами. А здесь вам рассказывали о том, что какие-то националисты, хотя по сути это должны быть не националисты, а нацисты, поскольку Путин, он объявил денацификацию, а не денационализацию. Это должны быть нацисты, которые гонят, я не знаю, как вы так описали, такое впечатление, что они плетьми гонят, а те с этими как рабы, знаете, с чем-то несут на горбу вот это вот, какие-то камни, да, я не знаю, что. А те их гонят, идите вперед. Увидели вы такое? Нет. Потому что такого нет и быть не может. Предлагаю позвонить, потому что у матери телефон там поломан, и она дала другой номер, она ждет. Хорошо, давай. А у нас все равно какой-то такой. И она типа подписана на все. Да, да, да. Я просто сообщу, что под запись происходит. Давай. Ну вот, вы говорите, тогда у вас было такое представление о Украине. А что изменилось? Ну, мы пока были в плену, вот много с кем общались. Украинские ребята заходили, белорусы, чехи заходили. С иностранными легионерами мы пообщались. Как бы мнение сразу поменялось. Неплохие ребята, да, на самом деле? Вообще никак не наемники и не тупые убийцы какие-то. Вы понимаете, чтобы иностранцу сюда поехать, чехи, да, вы говорите в частности? Ну, был один. Один чех. Да, с Австралии были. Вы понимаете, что Украине очень сложно финансово заинтересовать чехов или австралийцев? Ну, просто потому что... Они говорили, что они добровольно приехали сюда. Да, то есть тут не может быть финансовой заинтересованности. Тут именно идейная история. А вот от вас как раз гонят сюда именно тех людей, которые договора подписали. Они даже не штатными военными не являются. И просто подписывают договора на выполнение каких-то определенных действий, где там или там охрана, не знаю, что... Развозка гуманитарного груза, что угодно. Им обещают от 53 до 56 долларов в день. Это те цифры, которые я слышал. У вас какая цифра другая? 53. У вас 53. Да. Добрый день. Добрый, добрый. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. С сыном хотите, если поговорить, то я вас уведомляю, что этот разговор под запись и для публикации. Вы услышали? Да, да, слышу, слышу. Слышали. В руку берите, спокойно разговариваем. Привет. Привет, Коль. Город, не говорите, где находитесь. Привет, как дела? Да, нормально все. Не обижаюсь. Ты меня слышишь? Да, слышу, слышу. Ты меня слышишь? Да, слышу. Ближе поднесите, может быть она вас плохо слышит. Слава Богу, слава Богу, что вы объявились, а слава Богу, что вы живые. Да все нормально, никто здесь ничего не обижает, кормят, даже сигареты дают. Спасибо, Владимиру, что вы весточку нам послали за наших детей. Да, пожалуйста. Папа, где там? А, ты на рынке. Папа на работе, папа на корабле. Он сейчас тоже, я сейчас ему написала, что мы будем с тобой разговаривать. Он сейчас мне тоже звонил. Ну, скажи, все нормально. Аня не звонила там? Че там? Как дела? Передала тебе, что ждет тебя. Хорошо. Ну, скажи, все нормально. Я тогда уже звонить не буду. Про обмен что-нибудь слышно? Про обмен что-нибудь слышно? Я в списках. Есть на обмен? Нам ничего не говорят. А с Костей ты не пробовала общаться? Нет. Короче, смотри. Дима. Ну, ты видела видео, где мы, где нас снимали? Вот у него мать живет в Каневской. Вот как-нибудь состыкуйтесь. А у другого мать живет в Ольгинске. Как-то состыкуйтесь. Ну, или у Ани спроси. Ну, по идее, если видео есть, то в списках должен быть. Ну, я так думаю. Есть в списке. Есть? Да. С нашей стороны есть. Мы все общаемся. Мы все втроем общаемся. Ну, проблема в том, что ваши родители к нашим спискам никакого общего отношения не имеют и на них никак повлиять не могут. Они должны влиять на ваши списки, формирующиеся с той стороны, с вашей стороны. Ну, это, ну, в общем, сквозь их. Давай я в двух словах объясню про обмен. Я сейчас отдам трубку. Про обмен в двух словах, чтобы вы понимали, да? Вам там просто рассказывают о том, что украинская сторона что-то срывает там и так далее, и так далее. Смотрите, вот это ваш сын, да? Есть другие дети. Только я один провел уже более 250 интервью, где я показываю всех этих людей и показываю, что мы реально готовы их отдать, то есть реально готовы, чтобы их поменять. Какой вопрос вас должен беспокоить в России? Во-первых, вы должны минимум три звонка в день делать в ваши органы соответствующие. С вопросом, какие приняты решения по моему сыну? Я вам говорю, если вы не будете капать им на мозги, они его могут никогда не запросить на обмен. И второй вопрос, который вы можете задать, на который вам не ответят, но все же, чтобы вы понимали для себя. Вот мы показываем, вот это вот ваш сын и многие другие люди, которые готовы на обмен. А вы можете спросить, а кого вы собрались украинцам дать на обмен? Вот кого вы собрались украинцам дать вместо вот этих вот ребят? Чтобы прекратились вот эти вот разговоры про то, что украинцы что-то срывают. Понимаете? Ваши они хотят там и картинку показать, собрать максимум наших военных, картинку показать, что как их много. И осудить там кого-то из наших ребят хотят, да? И еще кого-то при этом поменять. Но так у них не получается, у них количество недостаточное для этого. Поэтому звоните больше туда и интересуйтесь. Спроси у Диминой мамы, он вроде в списках есть. Что у нас скажет машина, это мою фамилию. Ты тоже в списках есть, Коля, ты тоже есть. Я тоже звоню каждый день в Министерство обороны. Каждый день я звоню, спрашиваю, в списках пленных есть. В списках на обменах есть, спрашиваю, как на обменах, что не говорят. Потому что если мы вас внесли в список, и они вас внесли в список, это же не означает, что мы вас просто возьмем и отдадим. Не, ну понятно. Они должны выдать такого же военного человека, украинца, вместо вас нам. А вот с этим вот именно и проблема, понимаете? Ну понятно. Ну, в общем, нормально все. Все целое, никто ничего там не бил. Все нормально. Слава Богу, слава Богу. Быстрее бы все это закончилось. Это безумие. Ну как бы да, уже домой в охоту. А что вы не поддерживаете спецоперацию, говорите безумие? Мы не поддерживаем. У нас своя спецоперация. Мы молимся и плачем за всех и за все, что происходит. А люди, что у вас говорят вообще, которые, ну, вот вокруг вас, ваши знакомые, много, которые поддерживают, кричат там, мы поддерживаем. С моих, с моего окружения наши знакомые никто не поддерживает. Как мы, мы женщины, мы матеря, как мы можем поддерживать? Гибнут наши дети и не только наши, все гибнут. Люди гибнут. Не, ну, женщины, мужчины, такое дело. Я думаю, что это вообще ненормально, поддерживать подобные вещи. Смысла которых никто не понимает. А можно вам спросить? А может быть, вам кто-то хотя бы там как-то, ну, объясняет в России, ну, хоть как-нибудь, ну, зачем это все, ну, цель вот этого всего? А петельница есть? Никто не объясняет. А кто объяснит? У кого ты спросишь? Мы люди маленькие. Мы простые крестьяне рабочие. Я, понятно, я к этому не апеллирую. Я имею в виду, ну, ну, как-то же вот по телевизору, например, там, или по радио, там, я не знаю, или какие-то официальные источники. Они же должны объяснять смысл происходящего и где ваша цель, главное. Потому что сначала мы понимали, цель Киев. Это было очевидно. А теперь? Я телевизор не смотрю, честное слово вам говорю. Я ничего вам не могу ответить. А, тут удивительно. Ну, никто не может ничего объяснить. Ну, хорошо, спасибо. Хорошо, хоть не поддерживайте. Я вас прошу, чтобы вы больше, больше и больше делились этой информацией со своими знакомыми. Потому что вы-то уже понимаете, что наши видео реальные, люди реальные. И все происходящее, оно реальное. То есть, да, и просто нужно распространять. Да не хочу. Мы, мы, я знаю, что это такое. Мы уже это пережили. Мы в Грузии жили. У нас была война. У нас во дворе взрывались снаряды. У меня мама раненая до сих пор. У нее осколок в копейне. Мы все это знаем. Мы все это пережили. Да, я сказал, что я в Грузии живу. Ну вот, я просто не понимаю. Ну вы же знаете, что Грузию бомбила-то тоже Россия. Ну, а и вы отдали своего сына в эту армию. Ну, серьезно. Ну, нелогичная история. Я не то, чтобы вас осудить тут собираюсь, да. Ну, я просто не мог не сказать. Короче, ну, посмотрим. Когда там, может, когда будет обмен. Ну, некоторые их меняют. Ну, уже все. Посмотрим. А вы все втроем там вместе? Дима и Владимир все вместе? Да, в одной комнате. Курить бросай. Дома брошу. Первую сигарету за сколько куришь? За полдня. Первую сигарету за полдня курит. Вы добровольно курите сигарету? Ну да. Ну, все, короче, нормально. Папе скажет, что нормально. Мы уже заставили. Ну, все, давай, пока. А, стой, подожди, не бросай. Пока, пока. Ты хочешь просто... Подождите, одну секунду тут. Подождите, тут у Дмитрия куча вопросов про санкции. Сейчас, садись. Добрый, я второй журналист. Добрый. Вопрос, который интересует наших граждан. Санкции работают? Санкции? Да. На что? Ну, у вас что-то поменялось в жизни с ценами там. Цены повысились. А, цены, да, цены повысились. Ну, много санкций ввели против РФ. Вот интересно, работают или нет. Я не знаю, я вживу в хуторе, у нас теплицы, огороды. Мы выращиваем овощи, выращиваем цветы. Вот так мы живем. Ну, понятно. Ну, цены выросли, в общем, в итоге. Конечно, выросли, да. А, например, вот было столько, стало столько. Выросли и растут, но они везде растут. Ну, понятно. Договаривайтесь с сыном, бросай курить. Ну, короче, все, нормально все. Домой приеду, рапорт напишу, уволись. Я схожу еще. Давай, держись там. Все, давай, привет, всем приедавай. Давай, пока. Пока. Вопрос такой, на минутку я могу девушке позвонить, но чтобы разговор публикован не был. Ну, просто отлично пообщаться. Тебе вопрос еще. Ты же можешь набирать. Нет, как бы, если нет, нет, я не... Там можно, что же? Там можно, можно, ну, в принципе, я просто не могу понять. Вы вменяемый, мама вменяемая, мама знает, как в Грузии российская армия бомбила Грузию, и вы пошли в российскую армию. Я пошел из-за квартиры. Ну, так видишь, ты за деньги пошел. То есть, что это называется квартира, это же все равно за материальные благи. Ну, вот как-то так. Давай на минуту, выключай. Только звоним без видео, сразу напрямую. Не могли бы вы обратиться к вашим согражданам и передать им что-нибудь? Стоит сюда идти, не стоит сюда идти? Нет, однозначно не стоит. Нечего здесь делать. Если предлагают какие-то учения, вот как предложили нам, то пацаны, отказывайтесь. Здесь делать нечего. Сидите дома. Дома спокойней. Дома спокойней.